добрый день сегодня мы затронем интересный вопрос кто такой машех кто может быть машехом и какие критерии необходимы для того чтобы человек был машехом и для этого у нас есть наш учитель раби мошэ бен маймон рамбам который нам вырисовывает характер вырисовывает также необходимые черты необходимые критерии для того чтобы кто такой машех и илхот машех аллахот кто такой машех ли рамбам тут у нас комментариям рапа венера он приводит 4 аллахе 11 глава 11 главы он приводит следующие необходимые критерии он говорит в имя муд мэлих мебель давид хоббе батола баусэк бамит сводки давид если у нас будет царь из дома давида который будет заниматься торой который будет полностью всю свою жизнь и все свое время посвящать мит свод как царь давид ки фиту аши бихтабы шибальпе по письменной торы и устной торы вихов коль исраэль и легбабель хазек битка и также заставить весь еврейский народ следовать этому пути виллахем милхамот ашем и он будет воевать воины всевышнего алейзе бэхэскат шегу мошех и тогда в этом случае он под вопросом может быть он мошех и масса бит слева не цех кола у мод если он получилось он победил все народы которые вокруг у вана мигдаш бим комой когда он построил храм и когда он собрал весь еврейский народ на нашу землю тогда это мошех мы должны обратить внимание на несколько нюансов очень необходимых прежде всего для того чтобы быть мошехом надо быть царем что такое царь так это тот человек который правит государством политический лидер еврейского народа то есть когда мы говорим про маши мром ашеха когда мы говорим про м0 лиха машин это тут человек который помазанник да это машет и у которого есть государство то есть у него есть народ который находится на своей земле и у него есть независимость это прежде всего это как говорит как говорим мы на иврите алифбет это начало это фундамент после этого когда у нас есть страна когда у нас есть наша земля когда у нас есть наши государства у нас есть царь он должен быть из колена давида и он должен заниматься торой и он должен также заниматься заповедью и потом он ведет войны какие войны как говорит рамбом потом когда он побеждает все народы которые окружают нас а у нас достаточно есть народов которые хотят воевать с нами то есть война которых идут идет речь это войны армии амароны израиля которых военачальник наш царь мащех и когда у этого царя с нашим государством получается победить всех и потом он строит бета-мигдаш тогда мы его корону и он полностью является мащехом тот мащех о котором мы говорим и которого мы ждем если до этого дело идет речь о царе который может быть мащехом полным которым он может быть поэтому очень важно понимать в наше время мы не идем мы не ведем речь о мащехе потому что в наше время еще нету такого человека который отвечает на такие критерии но вместе с этим раф кук говорит очень много о свете мащеха и тогда мы понимаем что мащех это не только персона который отвечает на эти критерии который руководит нашим народом и который ведет к полной полному освобождению это процесс это тот процесс о котором говорят наши мудрецы что когда был разрушен храм 9 а вы родился мащех это по это постепенное проявление избавление испокон веков и когда мы говорим о мащех мы говорим о том процессе который ведет к тому о чем говорит рамбом поэтому когда мы находимся сейчас у нас есть государство слава богу с 5 ияра 5708 года когда у нас есть армия когда у нас когда еврейский народ больше самая большая община еврейского народа находится в эроте исраэль это безусловно является проявлением может быть говорит самым большим проявлением за всю историю света мащеха который был до сих пор и тогда когда придет наш царь мащех который отвечает на все эти требования он придет и он блага заблагодарить наш народ за то что уже в принципе мы сделали уже часть его миссии и он дополнит то что не достает до сих пор всего хорошего мы его ждем каждый день